Всем привет! Меня зовут Лара Шум, я коуч по актерскому мастерству, и сегодня я хотела бы прокомментировать один замечательный комментарий. Почему он замечательный? Потому что вот все, что написал этот чудесный человек, есть в голове каждого актера. Сначала я зачитываю комментарий. Хочу стать актером, безумно хочу выступать на сцене, но мне все говорят, что не получится, мол, у них все по блату работает, ты ничего не добьешься, даже если будешь стараться. Там могут месяцами роль не давать, зарплата неравномерная и так далее, что заставляет меня сильно сомневаться. Итак, они и правы, и неправы. Но в чем они точно правы? Это в том, что это работа в основном без денег. То есть у вас то будут деньги, то будет пусто, то будет густо. Но, друзья мои, что вы можете сделать? Если вам еще 10, 12, 15, да даже 25 лет, вы можете начинать создавать себе подушку безопасности, финансовую подушку безопасности. То есть сейчас вы можете начать думать, где вы сможете дополнительно заработать. Может быть, это будет блогерство, может быть, это будут финансовые инвестиции куда-то. Я не знаю, но ищите, пробуйте. И если у вас будет ваша подушка безопасности, то в таком случае вы будете и роли выбирать. Вы не будете каждую роль снимать. Вот эта вот, допустим, роль вам нравится, и вы с ней хотели бы поработать, и вы будете снимать пробы. А вот эта роль немножко не моя, поэтому пробы на эту роль я снимать не буду. Вы будете выбирать, вы станете более в себе уверенным. Поэтому прямо сейчас начинайте копить деньги. Все очень просто. Создавайте подушку безопасности. Второе. Когда какой-нибудь человек вам подойдет и начнет говорить вот что-то подобное, внимательно посмотрите и понаблюдайте за его жизнью. Как правило, это говорят люди, у которых серая и никчемная жизнь. Который и свою мечту не воплотил, и другим не дает. Ну как это так у него получится, а я вот тут буду вот так вот серенько жить. И в конце-то концов вы тоже можете высказать ему свое мнение по поводу его жизни. А ты вообще счастлив? А чего ты вообще сам добился в этой жизни? И так далее. Можно приготовить заранее вопросы. А можно поставить табу. То есть это я обсуждать не буду. Я не хочу с тобой это обсуждать. Тоже вариант такой возможен. Все зависит от вас. Итак, поехали дальше. У них все по блату работает. Сейчас расскажу. Недавно второй раз уже снимаюсь с одной прекрасной, замечательной актрисой. Причем она в главной роли, я в эпизоде. Я ей напоминаю, что мы уже работали, говорю, с вами. Она говорит, о, точно, вспомнила меня. Мы с ней давай болтать, вспоминать это все. И я наблюдаю, как она общается с другими людьми на площадке. Я вижу, что человек очень общительный, коммуникабельный, причем с позитивом. Она приехала в Москву. У нее блат заключался в том, что она вот такой человек. Вы понимаете, о чем это говорит? О том, что вы сейчас можете начать учиться общению с другими людьми. И ее однажды увидел продюсер на съемочной площадке, увидел, как она общается, нашла со всеми общий язык, и он взял ее под свое крыло. Все. Сейчас она постоянно снимается, причем в главных ролях. Разве это не замечательно? Так вы тоже это можете. Но идем дальше. Все по блату работают, ты ничего не добьешься, даже если будешь стараться. Друзья мои, как так, если даже будешь стараться? Как? Давайте вспомним о двух лягушках, которые упали в молоко. Одна ничего не делала и утонула, а вторая начала лапками работать, сбила молоко и осталась, что жива. Но почему? Почему? Потому что она старалась. И когда ты будешь стараться, ты все равно чего-то добьешься. В общем, я с этой фразой совершенно не согласна. Там могут месяцами роль не давать. Да, могут. Но могут месяцами роль не давать, соответственно, делать и выводы. Может, вам надо подтянуть актерское мастерство, вы возьмете какие-то дополнительные курсы по импровизации, по сценической речи. Может быть, обратитесь к стилисту и поменяйте свой имидж. Может быть, переделайте свою портфолио, переснимите визитку. Вы сделаете вывод, что на эти типажи конкретно вам лучше не отправлять, не снимать пробы, не делать. То есть вы будете понимать, какой ваш типаж и какие ваши роли. Не обязательно снимать все пробы, ребят. Можно снимать конкретно, чисто под себя, что вы знаете, вот это точно мое, это я сейчас сниму и получу роль. Все очень просто. Далее. Зарплата неравномерная. Да, зарплата неравномерная. В рекламе вы можете получить от 60 тысяч и выше, а также можете работать в рекламе и за 10 тысяч. Все зависит от того, какой производитель создает рекламу. Ну вот, когда у нас был Макдональдс, тогда ребята получали по полляма за один съемочный день, за 12 часов работы. Неплохо, отлично, но сейчас у нас вкусная точка. Они платят не так много, честное слово. Что заставляет меня сильно сомневаться. Здесь я тогда рекомендую, если вы сильно сомневаетесь, у меня есть видео, под этим видео есть ссылка на него, где я предлагаю актеру ответить на 6 вопросов. Может быть, вам это поможет. Или параллельно все же искать какую-то дополнительную профессию, если у вас не получится в актерском мастерстве, а у вас была профессия какая-то. Или все же задайте себе вопрос, а стоит вам идти? Потому что, как будет только первое препятствие, вы сразу начнете сомневаться, вы сразу поползете назад. Дайте место тому человеку, который действительно хочет стать актером. Вы наверняка творческий человек, но может быть, все же заняться чем-то другим? Попробовать себя в блогерстве, как у вас получится. Может, вы блогером станете знаменитым и будете на этом еще и деньги лопатами грести. Я не знаю. Это ваш спектр. Все в ваших руках, ребята. Не в руках того человека, который вам советует что-то, а в ваших руках. Деньги научились зарабатывать? Отлично. Все. Вы можете уже и путешествовать. Вы можете здесь снимаю, здесь не снимаюсь. С вами была Лара Шун, коуч по актерскому мастерству. Покупай мою книгу или приходи ко мне на обучение. Книга называется «Мощный актерский мастер-класс». Приобрести ее можно, написав мне в WhatsApp, Telegram 8 985 447 0087. Все. Всем пока-пока. Покупай мою книгу.